Начинаем уже пресс-конференцию фестиваля общественных инициатив социальной МНБ. В рамках предназначенного фестиваля планируются выставки, мастер-классы, дискуссии о развитии общественных организаций, также презентация около 40 гражданских инициатив. Параллельно с выставкой посетители смогут принять участие в мастер-классах, научатся сортировать мусор, узнают, что такое сход и многое другое. Код абсолютно бесплатный. Об этом и обо всем поподробнее расскажут Наталья Капимова, координатор проекта «Социальный витамин В» и Галина Уварова, менеджер по работе с участниками проекта «Социальный витамин В». Здравствуйте, девушки. Кто из вас начнет? Наверное, Наталья, координатор проекта. Пожалуй, начну и хотелось бы сказать пару слов. Во-первых, что это у нас уже второй витамин. Первый мы проводили в начале этого года, в феврале. Это был такой тест-драйв подобной формы проекта. Он был достаточно успешный. Плюс 400 человек пришло. Организации было где-то более 30. Всем понравилось. И мы получили достаточно активный фидбэк и от участников, и, собственно, от гостей, волонтеров, и тех, кто просто хочет ими стать. И подумали, почему бы не сделать еще раз. И вот, собственно, его и делаем. Этот раз, это будет уже фестиваль, потому что он двухдневный. Второй день мы запланировали больше для общественных организаций. То есть такая профсоюзная тусовка. Такое место, где люди могут пообщаться с теми, кто занимается тем же самым, кто разделяет практически те же проблемы социальные, борются с тем же злом. И таким образом люди могут объединить свои усилия, могут перезнакомиться, могут получить дополнительную информацию о третьем секторе и обменяться опытом, что немаловажно, потому что у строителей, например, есть свой профсоюз учителей, есть и курсоповышение квалификации, например. А у общественников получается, что ничего этого нет. И вот мы пытаемся своими силами и силами других общественных организаций создать вот такое вот поле интеракции, взаимодействия. Галина, есть что-то задавайте? Ну, естественно, я согласна с тем, что сказала Наталья. Хотелось бы сакцентировать на вашем внимании на том, что одной из целей проекта является вовлечение, скажем, посредственно харьковчанин в общественную жизнь города. Люди, которые являются жителями нашего города, не важно, приезжим, и так или иначе они берут участие в его жизни, но в то же время они не чувствуют себя как частью вот этой общественной сферы. Мы видим, что происходит очень много интересных проектов, инициатив в городе, но люди не знают, как можно к этому присоединиться. И вот социальный витамин является одним способом, чтобы позволить встретиться людям, которые хотели бы реализовать себя или поучаствовать в чем-то социальном, но не знают, как это сделать. Могли бы поподробнее, если не быть, на мероприятиях где они будут проходить, что будет, за скольки до скольки? Ну, первый день у нас будет проходить в Чернобыльской сирийской мастерской, это в Фрунзе-1, и там, как я уже сказала, будет мастернию агромальских организаций. То есть это будут дискуссионные панели по ряду тем институционного развития. Это и то, как быть более устойчивым, и как быть более креативным, и недавно был новый закон о общественных организациях, будут рассказывать о том, как правильно себя перерегистрировать, все документы сопутствующие подготовить. То есть вся информация, которая, в принципе, она на слуху, но эксперт где-то выжидает, и вот мы его пригласим, и люди смогут пообщаться. Второй день непосредственно мероприятие, которое называется «Ярмарка», оно будет открыто для всех, будет очень масштабным, будет проходить в еврейском центре Байдан, на Тобольской. Площадка очень большая, и оказалась гостеприимной к нам. Они согласились нас к себе пригласить абсолютно на свободных, безвозмездно, скажем так, на свободных правах, потому что им тоже интересна эта тема, именно разбудовав харьковской громады, и, собственно, мы хотим, чтобы все проактивные люди, которые мне безразлична громада, и ее жизнь, и это неотъемлемо от развития личностного, приходили, участвовали, и таким образом все вместе мы могли сделать это мероприятие. То есть, ну, я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что у нас есть организаторы, команда организаторов, но очень много делают и общественные организации, и волонтеры, которые нам помогают, таким образом, получается, что это плод коллективных усилий. Есть еще вопрос, коллега? Конечно, есть. Пожалуйста. Дмитрий Абсян, я смотрю вашу программу, возникает вопрос, фактически у вас, я вижу два таких четких направления, социальные проекты для города, и историко-культурологические проекты для города. Почему вы, вот, собственно, такие две, два вектора выбрали? Ну, когда я говорю культурологическую, я смотрю, старый Харьков у вас будет участвовать, возрождение бренда Украины, вот такие интересные проекты культурологического характера. И параллельно с этим, я тут видел, проект для людей с особыми потребностями, еще подобные, социальная адаптация. Вот как вы видите сочетание этого два совершенно разных вектора в общественной жизни города? Совместятся ли они в одно время и в одном пространстве? Спасибо. Ну, и я скажу пару слов, почему были выбраны такие темы. Агаля, поскольку она работала непосредственно с общественными организациями, уже расскажет подробнее о них. Темы и на первый, и на второй день необычайно. Мы проводили опрос, что людям интересно услышать и, опять-таки, что могут предложить общественные организации, где их экспертиза. И таким образом, собственно, все меню было сформировано именно по запросу и по предложению. То есть мы сами особо ничего не сочиняли. И получилось, что мы тематически разбили на три блока презентации, которые будут происходить. Там будут, ну, как мы его назвали, развивай общину, громаду. То есть это то, что непосредственно для Харькова важно и интересно, такие более, ну, вот, локальные харьковские вещи. Далее это будет по расширению сознания, нашего общественного сознания. Это вот как раз туда и социальная инклюзия входит, и бренд Украины. Ну, вот такие вещи, которые… Живая библиотека. Те вещи, которые еще не были, скажем, в нашем сознании или в сознании большинства харьковчан, они только недавно входят, они новые. И мы очень хотим, чтобы о них люди узнали и приняли их, и развивались в этой сфере. И, ну, последний пункт, последняя часть тематически это о образовании. Образование неформальное и образование в течение всей жизни. Потому что, когда мы заканчиваем школу или вуз, это не значит, что все, бастом, вы закончили учиться. В том, вот тоже какие-то новые веяния в этой сфере, то, что предлагают наши общественники, мы хотим тоже рассказать об этом. Вот. Ну, вот, Валя подробнее, может, расскажет о самих организациях, их инициативах. Дело в том, что на мастер-классах и на презентациях будут представлены не все организации, потому что в этом году список очень большой и физически не хватит времени. Поэтому это получилось, да, такая своего рода выборка. Вот. Но по сути, как, ну, мы были открыты для всех организаций, мы старались распространить голос по всему Харькову, скажем. Вот. И основным критерием, вот, как мы видели нашего идеального участника, это организация неприбыльная, которая имеет какой-то действующий проект или инициативу, к которому любой человек может присоединиться как-то в этом поучаствовать и помочь. Вот. Ну, и так получилось, что у нас экологических, например, организаций меньше, да, потому что, ну, наверное, это представляет тоже вот какую-то выборку ситуации общественной в городе. Вот. Ну, а темы, на которые вы обратили внимание, получается, они более, скажем, больше уделяются внимания уже людьми, потому что, очевидно, в этой сфере есть проблемы, но это же как-то отклик на болезнь. А, ну, еще важно заметить, что мы пытались, ну, еще один из важных критериев, это не политическая организация, то есть политику мы ни в коем случае не приемлемы на нашем мероприятии и, ну, в принципе, все организации должны быть максимально мирными в широком смысле слова, то есть ситуация нынче в стране такая, да и вообще, собственно, наша общественная позиция такова, что мы как инициатива, как организация, мы объединяем, но не разъединяем, потому что слишком много факторов разъединяет сейчас нас в обществе и, пожалуй, есть смысл все-таки объединиться, ухватиться за то хорошее, что для всех нас ценно. Да, именно по организациям. У нас участники все, это, ну, некоммерческие, или есть, возможно, которые занимаются какой-то, не знаю, продажать, возможности, потому что все-таки это уже не общественное начало, то есть мы их приглашаем приходить в качестве посетителей, пообщаться, да, эта атмосфера будет очень благоприятной для установления новых контактов, возможно, там в одной сфере люди как-то, ну, родятся что-то новые идеи, но как участники выставки, ну, то есть, с презентацией своих инициатив мы их не приглашаем. Это все только организация или как-то сольно? Может быть, один человек, что мы делаем, кто-то, то есть какие-то масштабные, да, то есть масштаб этих участников. Смысл в том, чтобы не ограничивать сколько бы там можно было наших участников, ну, кроме тех, которые мы уже озвучили, то есть это может быть один активист, у которого есть проект, но он в состоянии его потянуть, один он его делает, люди могут к нему присоединяться, возможно, ему нужны партнеры или волонтеры, пожалуйста, то есть такие проекты тоже нам интересны, ну, то есть это может быть один активист из проекта, может быть, инициативная группа, может быть, благотворительный фонд, может быть, общественная организация, то есть, ну, в принципе, все, что вмещает в себя третий сектор, любые виды консолидации людей, ну, или там, одиночных активистов, вот, то есть, ну, неважно зарегистрироваться или нет, главное, чтобы социальная польза была максимально. Вы будете на этом мероприятии привлекать каких-то людей с властью каких-то значимых, я имею в виду, чтобы для них был выход на инвесторов, националов, ну, то есть, там будет вот такая у них возможность на какие-то, ну, вот, знакомства с инвести, ну, с материальной помощью и за собой. Ну, с властью, с деньгами, которые захотят помочь. Это не было главной нашей целью, но если это будет опосредовано, как-то к этому придет, мы абсолютно не против. То есть, мы создаем среду, а как она наполняется, собственно, диктует сама среда, мы лишь пытаемся аккуратненько так, ну, моделировать в определенных рамках дозволенного, общественно приемлемого и полезного. но из, ну, я не совсем поняла вопрос, то есть, если это, если говорится о каких-то высокопоставленных лицах, то обещал к нам прийти в гости посол, точнее, консул Германии, вот, потому что нас поддерживает Министерство иностранных дел в Германии, вот, он был впечатлен темой вообще того, что мы делаем, ну, и вот, если у него получится, потому что человек занятой, возможно, будет присутствовать. вот, ну, а так, в принципе, поскольку мы сами по себе, говоря уже, кто мы, мы друг природы, инициативная группа, мы не зарегистрированы, ну, и также у нас есть общественная организация спелкования в Искордоне, которая достаточно старая, бородатая, с 98-го года еще, начиналась как организация одной семьи в Люботине, достаточно активной, учителей, там было, там, собственно, ничего не было, и они пытались что-то делать для своих детей, и постепенно это все дети выросли, теперь, ну, вот, часть детей это мы, и мы делаем кто-то уже дальше в Харькове, ну, на более широкий масштаб. Вот, и поскольку мы низовое движение, мы все стараемся делать сами, привыкли делать сами, без поддержки, ну, государственной, ну, опять-таки, мы третий сектор, потому мы пытаемся очень сильно как-то так вот отделить третий сектор от второго и первого, но если они заинтересованы, мы не против, чтобы они приходили, участвовали, ну, на данном этапе, ну, поскольку у нас колонок был открыт, ну, желания особо не изъявляли ни бизнес, ни государственной структуры. Однако, одна государственная структура, это наши давние партнеры, Национальный парк Слобожанский, они будут участвовать, это исключение. Почему? Потому что у них есть, на базе, на базе них, ну, собственно, мы и развивали, это волонтерское движение, у них огромное количество проектов, например, учет Бобров, куда нужны волонтеры, и таким образом, они представляют общественный кусок, скажем так, как сектор своей государственной организации, потому они будут участвовать. Вот. Я хочу добавить, возможно, это относится к вашему вопросу, что у нас не было такой цели привлекать какие-то важные, скажем, фигуры из Харькова или так далее, потому что одной из целей, возможно, косвенных, но было создание горизонтальных связей между организациями, которые работают в одной сфере инициативами, из одной сферы в Харькове, потому что, несмотря на то, что многие беспокоятся об одной и той же тематике, бывает такое, что люди не сотрудничают, люди не знакомы. И как бы это одно из желаний предоставить людям возможность познакомиться и, возможно, с этим нечастливый вопрос. Да. Ну вот, отвечая на вопрос моей коллегии, вы озвучили тезис, который я очень часто слышал от представителей организации третьего сектора. мы в стороне от власти, мы с ними общаться не хотим, мы сами по себе, мы клуб поинтересу. Хотя при этом во всем мире третий сектор, не входя в юридические отношения с властью, так или иначе, ориентирован на то, чтобы влиять на власть через формирование некоего общественного мнения, общественного доверения. рассматриваете ли вы, у вас уже второй проект, рассматриваете ли вы в этом проекте, в следующих проектах, все же такие необходимость создания общественного лобби, которое бы оказывало влияние и давление на институты власти, может быть, и на бизнес, но в первую очередь на институты исполнительной власти в городе. И сколько можно отсиживаться дома, по кухням, обсуждая свои личные приятные интересы. Вот предполагаются ли какие-то проекты, мастерские по обучению общественному лоббированию в рамках витамина, в рамках... Сейчас в программе я не увидел круглого стола на тему лоббирования общественных интересов. Большое спасибо за вопрос. Вы предвкушаете то, что, в принципе, мы хотели сказать в конце. Про проекты, да. Дело в том, что, поскольку я уже говорила вначале, что первый витамин это был такой тест-драйв, то есть мы затестили, посмотрели, как работает формат. Сейчас мы посмотрим, как он работает в более широком масштабе. И далее, в принципе, то, что у нас первый день будет панельная дискуссия, мы хотим посмотреть, как это будет работать. И, в принципе, мы хотим продолжать мастерскую общественных организаций, привлекать экспертов, специалистов из других городов и из-за рубежа, чтобы обучать наш третий сектор, потому что видим, работая сами уже, мы пять лет работаем и видим, как наши коллеги, те, кто, я же говорила, наша организация достаточно уже старая, видели, как генерация ГОшников еще там, в конце 90-х начала 2000-х работы. То есть, так или иначе, необходимо постоянно профессиональная прокачка людей, новые веяния внедрять и, естественно, взаимодействовать с первым и вторым сектором. И таким образом мы хотим просто в мастерской посмотрим, пойдет ли она, будет ли отклик, потому что делать что-то, потому что только нам хочется, нет смысла. То есть, если будет отклик от общественных организаций, мы будем это продолжать. И у нас уже планирован даже следующий тренинг после витамина, который будет посвящен разрешению конфликтов среди общественных организаций именно вот внутри. Вот. То есть, у нас есть в долгосрочной перспективе эта идея, естественно, но поскольку стратегия такова. А тактически нынче вот то мероприятие, которое сейчас, у него достаточно простая цель это объединить все-таки общину нашу, харьковскую, про активных людей, тех людей, которые уже волонтерили или еще только думают, но им, возможно, не хватает каких-то знаний или часто люди просто сомневаются, не знают, что такое количество всего происходит в Харькове. Большинство людей обычных на улице, вот если спросить, они думают, что у нас все плохо, люди, как правило, подавлены и их расстраивает текущая ситуация. Мы же хотим мероприятием показать, что в Харькове много чего делается, куча активного народу, лед тронулся и он уже двигается и таким образом действительно подзадорить кого-то, кому-то, может быть, дать дополнительных партнеров, связи, силы, ресурсы. То есть каждый найдет себе что-то по душе, кому чего не достает, потому что мы заботимся о нашей целевой аудитории с разных сторон. То есть это главная цель, объединить и показать возможности, подружить. А далее уже, когда мы окрепнем и станем, нетворки у нас будет более активны, можно будет думать о лобби и о прочих делах. То есть все постепенно. Если вкратце, то будет так. такой вопрос более, хочется услышать немножко конкретики. в пресс-релизе вы писали, что при этом у вас будет о консортировке мусора, то есть будет рассказывать что такое сквот, а что еще будет? Вот хочется что-то интересное что-то интересное. Будет у нас локация разделена на два условных таких центра. Это холл, где будет проходить выставка, где все организации будут себя показывать на своем столе, который будет оформлен. У нас даже конкурс будет на самый душевный лучший оформленный стол. Таким образом, то есть это по сути как такая рекламная акция своей организации, когда быстро, доступно, ты привлекаешь человека, он с тобой стоит, общается. Таким образом, мы можем показать и то, что активисты, организации это люди, это не только проекты, которые сами по себе безлигие и такие вот знаете, как бы роботами делаются. То есть там тоже есть человеческий фактор, мотивация, с людьми можно пообщаться, можно с ними подружиться. Вот, это такой вот главный наш формат, который был еще в первый раз. Далее будет квест для того, чтобы познакомить и подружить всех. Тематически общественные организации будут определены, тематика их будет раскрыта вопросом квеста и люди смогут собрать дополнительную информацию и подружиться, пообщаться. Также у нас будет площадка, это такой проект неакадемического творчества взрослых и детей. Дети там будут творить чудеса. как раз непосредственно во всем этом пространстве, потому что так или иначе взрослые будут приходить с детьми и хочется и их вовлечь, потому что мы с детьми же ведь неразделимы. Ну, взрослые тоже могут в принципе туда присоединиться. Конечно, да. далее будет у нас еще это все будет сдобрено чудесной нашей ведущей Дианой Кипрач, которая заведет аудиторию, поспрашивает, поможет людям преодолеть какой-то может быть застенчивость. В общем, хотим, чтобы все подружились. А в актовом зале у нас будут проходить воркшопы и презентации. Презентации как раз тоже будут с личностным аспектом, не просто формальные. И мы надеемся, что вот благодаря такому душевному презентированию проектов, организации, собственно, своих идей люди смогут больше поверить друг другу и захотеть сделать что-то еще такое подобное. То есть, ну, как-то заразиться может быть этим. Что-то может быть вы сейчас рассказывали, это все на одной площадке или разделено секторами, когда они? Или параллельно все происходит в одной площадке там дети шалят, там этот представляет себя имитой. Ну, как бы, будет как бы какая-то... Будет зонирование. Вот. Да, у нас тематически пространство будет делиться на две зоны. Одна из которых, как сказала Наташа, будет площадкой для представления организациями своих проектов. там же будет проходить, скажем, ток-шоу на тему этих проектов с ведущей и, скажем, в том же пространстве немного... Ну, да, в том же пространстве будет детская зона, чтобы люди могли видеть, что там происходит и присоединиться к ней. Другое пространство, которое будет отделено от этого, в нем будут проходить мастер-классы и презентации, и там, собственно, фокус будет не столько на проектах и на людях, которые их делают, а на идеях, которые вдохновляют людей делать такие проекты. Еще вопрос? Да. Небольшой, чисто шкурный вопрос. Вот я увидел, у вас будет мастер-класс в виде акробатности. Что это такое? Можете в двух словах рассказать? Знаете, кто, что, о чем будет говорить? Ну, чисто что там будет, мы не скажем, потому что это, я знаю, это только спикер. Вот. Но я знаю предысторию, почему желание возникло. Вот. Это наш давний друг и активист. Дело в том, что, ну, часто взаимодействуя с представителями третьего сектора, мы замечаем, ну, в частности, Сергей заметил, что люди не очень активно пользуются теми тулзами, которые есть для менеджмента, например, проектов или просто для менеджмента своего собственного времени в непосредственно в активности. Ну, как-то Google Docs, Skype конференции или еще какие-то элементарные простые вещи, люди об этом не знают. И, например, у Google, у него есть очень много полезных инструментов, о которых узнав достаточно быстро и просто можно сэкономить свое время и более эффективно работать. То есть, вот такие вот вещи, скорее всего, это будет больше по менеджменту себя. Единственные вопросы. Закончили, за то, что пришли. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо.